Закат 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 Да, связанная с этим. В данном случае имамы, они должны эти моменты разбирать. Здесь, если по большому счету брать, нам кажется, что закат, что там такое сложное есть. Но, вроде бы, с одной стороны, не сложный вопрос, но когда мы смотрим на выполнение его, то оказывается, что мы уделяем ему мало внимания. Конечно же, если мы будем говорить о достоинстве выплаты заката или же грехе тех людей, которые не выплачивают закат, это отдельная тема. И если мы рассказываем про закат, мало, иной раз рассказать про как только лишь решение про закату. Надо уже вначале хорошенько рассказать о достоинстве выплаты заката, хорошенько надо рассказать про грех не выплачивания заката. Что ожидают тех людей, которые не выплачивают этот закат. Но это, в принципе, вы и знаете. И отношение заката, там есть для того, чтобы закат был обязательным, там есть условия. Первое, чтобы человек был мусульманином. Второе условие, чтобы был у него нисап. И третье условие, чтобы прошел один год. И, например, мы сказали первое условие, чтобы человек был мусульманином. Но здесь... Вот сюда, вот это, здесь мусульманин. Если человек уже мусульманин, там уже нет ограничений, ни возрастных. Например, да, у нас бывает основная ревиада бывает, например, на кого возлагается. Бали, гаак и так далее, правильно же? Здесь таких условий нет. Муслим достаточно. Если даже он не болит. Например, человек, допустим, отец умер, у него остался какой-либо бизнес, или же осталось золото, или же остались барашки. Маленький ребенок есть у него, мальчик или девочка. В любом случае, вот это, на это имущество возлагается закат. Почему? Потому что закат, оно возлагается не на человека, а возлагается на имущество. На имущество. Вот этот момент, на который нам следует обратить внимание. Понятно же, вне зависимости от того, ребенок достиг совершеннолетия или не достиг, или же он является, допустим, здравомыслящим, или не является, есть даже маджинун есть, из его имущества тоже следует выплачивать закат. Но в данном случае уже закат выплачивает не сам ребенок, не сам маджинун, а выплачивает его валий. Этот момент тоже нам, на который нам следует обратить внимание. И второе, например, чтобы был мисаб. Уже относительно мисаба, у каждой вещи, конечно же, есть свой мисаб. Допустим, если, в основном, у нас тут перблюдов, наверное, не бывает, да, не бывает, например, из того, что люди сажают, допустим, зерновые культуры. Такие, как, например, зерно, например, ячмень, да, и так далее. Ну, зерновые культуры или же бобовые культуры, такие, как этот кросс, или же горох, или же чечевица. Вот это, вот на это все возлагается закат. Если человек сажает, допустим, зерновые культуры, и вот, и то, что оттуда получается, сюда человек оттуда получает, будет, условно говоря, больше 610 килограммов уже, но есть, если мы будем брать самую маленькую, да, например, для уверенности, мы будем брать самую маленькую границу. Есть, например, то, что это урожай, урожай, человек получил 600, больше 610 килограммов, больше 600 килограммов, а оттуда ему уже следует выплачивать. Да, ему уже следует выплачивать за закат. И, например, например, некоторые задают, если он 600, там, например, тонну посадил, а получил 600 килограммов, вне зависимости от того, сколько он туда посадил, если, да, например, урожай больше этой суммы, в любом случае человек выплачивает за закат. И что он выплачивает уже зависит от чего? Зависит от того, как поливалась, допустим, эта вода. Допустим, если человек не делал дополнительные расходы на полив, то он выплачивает оттуда одну десятую часть, 10%. А если он уже делал дополнительные расходы на полив, допустим, ему приходилось возить воду, и за это воду ему приходилось платить, или же ему приходилось проводить канавы, за это он потратил определенную сумму. То в этом случае уже, если именно весь полив шел за счет его оплаты, уже он выплачивает 5%. Он выплачивает 5%. Если полив был полностью, допустим, природный полив, выплачивается 10%, если был полностью его полив, выплачивается 5%. Если был наполовину такой, наполовину такой, естественно, будет выплачиваться, в зависимости от того, насколько полив был природный, а насколько был непосредственно его, в зависимости от этого, будет выплачиваться, допустим, этот закат. Или же, например, несап, мы сказали, относительно зерновых или же бобовых культур. Если мы все успели, вот замытка была, можно? И относительно, например, этих животных, тоже из животных, что у нас бывает? У нас бывают бараны, у некоторых, может быть, есть коровы, да, из баранов, вы знаете, если есть, например, 40 барашек, из 40 барашек выплачивается одна овца. И, например, бывает, например, вопрос, можно ли выплачивать не овцу, а барану? Если все 40 баранов, которые у него есть, все появляются бараны, можно выплатить барану? А если, да, все эти, например, у него барашки, не являются баранами, а если у них есть барашки, мы выплачиваем непосредственно барашку. И, ну, вот эти границы тоже вы знаете. С 40 баранов, допустим, идет одна барашка. Со 121 идет уже 2. С 201 идет уже 3. Уже с 400 идет 4. Вот так уже идет граница. Ну, там, в принципе, ничего такого сложного. У меня хобоби именно категории тоже. Да, хобоби это имеется в виду именно хоккей, эти, да, например? Ну, да, кабурин, вашаевин. Да, ну, имеется в виду из зерно, понятно, да, зерно, ячмень, потом вот это кукуруза, рис. Потом, что у нас еще бывает? Помимо этого, допустим, уже, и уже идет, это, бобовые культуры. Бобовые культуры, это уже идет туда, например, в такие, как фасоль и так далее. Да, например, лубья, вот, например, поменяется в книгах, она, у нас, я не знаю. Артуршкина. Нет, не идет. Артуршкина не идет. И вот такие имеются культуры. Ну, то, что у нас есть, что, помимо этого, чечевицы, наверное, не знаю, если сажают, например, да, тоже, например. Трига, говорят, да, на нашей языке. Вот это из-за зерновой и бобовой культуры, то, что сажается, допустим, из-за всего этого человек уплачивает закат. Из того, что сажают, также бывает и виноград тоже. Ну, имеется в виду из того, что мы собираем этот, из винограда, там опять-таки смотрится. Виноград бывает, который сушится, который делается изюм, да, например. Бывает, который не сушится. Из того, что винограда, который сушится, нужно смотреть не в сушеном виде. Будет ли он в сушеном виде или нет. Если будет не в сушеном виде, то следует уплачивать закат. А если, например, виноград, который не сушится, разные же бывают винограды, в зависимости от сортов, то уже тот виноград, который не сушится, уже смотрится в свежем виде, и в свежем виде уплачивается с него и закат. Солков килограмм? Опять-таки, рушру идет, если идет природный полив, где-то около 610 килограммов, если мы будем брать по минимуму, 610 килограммов. И относительно вот этих культур тоже, например, из того, что сыграет, там есть еще один определенный момент, на который следует обратить внимание. Допустим, когда, например, на этой культуре, которую мы собираем, когда меняется обязанность, когда становится обязанным, когда им непосредственно вот это становится обязательным. Например, относительно винограда уже только когда он начал спеть, например, когда у него есть кожа, допустим, она начала смягчаться. И относительно зерновой культуры, когда они начали уже это зерно, оно начало крепнуть. Вот это есть время, когда возлагается непосредственно закат. Если после этого момента весь рожай испортится даже, в любом случае обязанность на нас осталась. После этого момента. Если до этого момента человек, до этого момента человек может все покосить, испортить, проблем не будет. Если после этого момента человек испортит сам свое урожай, да? В любом случае, да, ему это останется обязательным, выплата заката непосредственно с него. И еще один момент. И после того, как человек, допустим, вот он начал уже, например, настиг момент, когда закат уже стал обязательным. То есть начал спеть вот это зерно или, например, этот виноград. Именно начиная с этого момента, да, например, мы не имеем права, мы не имеем права оттуда кушать или же продавать, пока мы не выплатим закат. Например, у арабов бывают люди, которые называются, которые занимаются харс. Харс означает, что они смотрят, допустим, на дерево или смотрят на кусты, они говорят, отсюда получится столько-то килограммов. И не ошибаются. Он четко знает свою профессию. Они говорят, отсюда получится столько-то килограммов, и следовательно, тебе нужно будет выплатить из этого столько-то заката. Сколько-то килограммов заката. Уже после того, как уже определена граница заката, величина заката, то в этом случае можно оттуда и кушать, и продавать, и так далее. А пока, например, спеть начался, и мы пока еще не определили, да, границу, величину, да, имеется в виду, сумму, которую мы будем выплативать из этой культуры, да, то до этого мы не имеем права ни кушать, ни продавать. Почему? Потому что каждый, например, закат, он же распространен на весь этот, да, на весь этот, да, урожай. На всем урожай он распространен. Вот этот момент есть, на который чуть-чуть мы не обращаем внимания. Если есть большие, например, сады винограда, например, когда он начал спеть, еще не разорел, да, до того, как мы определим, сколько мы должны выплатить оттуда из заката, мы же не обращаем внимания, да, например, что нельзя кушать там, и так далее, и так далее. Вот этот момент тоже есть. То есть до того, как мы определим, сколько мы должны выплатить из него заката, мы не имеем права не кушать оттуда, не выплачивать это мы сказали насчет этих с того что мы получаем да например из урожая мы сказали из барашек мы сказали из коров потом тоже в принципе понятно да из когда есть 30 коров уже идет один это годовалый теленок если идет 40 к году это 40 коров идет уже один двухгодовал или дальше уже не чередуется если 60 например 2 только до 1 то есть если 60 2 годовалых то например если 70 1 2 годовал и 1 годовал и здесь место это уже будет определяться увеличена этого помимо этих барашек и коров у нас ну наверное не будет этих животных на которых возлагается закат если нет у нас этих верблюдов нету и здесь тоже например да например если есть веру это допустим что у нас некоторых бывает вот этот больше такой а буйволы на был тоже считается как непосредственно как и коровы отношения относительно лошадей в нашем мозгове шафельском мозгабе с лошадей не идет закат потому что это как бы паса николай алиссалям году что с лошадей заката не будет тем самым как бы побуждая людей вот эти выращивают хорошие этих этих лошадей на сегодняшний мир самый лучший лошадей считается какие арабский скакон почему потому что вот именно паса николай алиссалям побудил людей так как бы выращивать этих коней и лошадей и поэтому они самых лучших сортов самых лучших бород они это делали получился самый лучший конь однозначно арабский скакон даже любые другие породы допустим лошадей или скаконов там не было так чтобы там хотя бы нету примеси арабского скакона нету таких пород на сегодня и больше насчет носительных вроде бы так понятно вроде бы все что у нас осталось например сказали из урожая сказали из животных и относительно допустим золота и серебра но относительно золота и серебра там тоже вроде мы не знаем что если есть золото там есть опять таки этот если брать по максимуму там в некоторых местах написано 96 граммов если брать по минимуму 82 с половиной грамма золота и опять вот с этого если человека хранится вот такое количество золота допустим более года находится метео его имущество является его имуществом то есть с него ему нужно выплатить уже два с половиной процента да например 1 40 1 40 часть и опять-таки если бы нас опять-таки у нас тут этих рудников и оттуда это дело берут золотое сервера тоже у нас нету следовательно вопрос рудников или же тоже закрыт есть единственное человек найдет клад да например клад идет найдет который был похоронен еще до времен принятия ислам если бы это клад был весы мы узнаем кому он принадлежит-то из мусульман любом случае это вопрос понятен всегда 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 на момент защищаете право хозяина всегда есть есть говорится о том плане мы которые мы не знаем мы не знаем кому он мог быть принадлежат и так далее так далее скорее всего был еще захоронен те времена до принятия истана и тут очень которые находят этот Дальше, самый распространенный вопрос, у нас идет закат непосредственно с торговли, с тиджарой, с закатом тиджара. И здесь, опять-таки, когда мы смотрим, когда начался год, после того, как мы начали делать тиджар, заниматься бизнесом, скажем, условно говоря, 5-го мухаррама. Мы смотрим через год, в следующем году, 5-го мухаррама, опять-таки, смотрится лунный календарь, а не солнечный, ровно 5-го мухаррама следующего года. Мы смотрим, вот этот капитал, которым мы занимаемся бизнесом, он, какова его метода, как сказать, нет, нет, не прибыль. Мы смотрим, сколько у нас денег находится в капитале, например, сколько у нас есть капитала, которым мы занимаемся бизнесом. Понятно? Если у меня есть магазин, я смотрю, насколько я занимаюсь средним бизнесом, например, сколько у меня товара, на сколько тысяч у меня есть товара. И сколько тысяч у меня находится в бизнесе. Да, в обороте, да. Сколько денег, какая сумма у меня находится в обороте. И если эта сумма больше, чем та сумма, из которой нам следует выплатить закат золота или серебра, то в этом случае мы из нее выплачиваем закат. В данном случае закат серебра, если мы рассматриваем, мы сказали, это сколько граммов? 672, правильно же? 672 граммов. На сегодняшний день граммов серебра сегодня стоит 33 рубля. Сегодня стоит 33 рубля. Получается 22170, сколько это рублей, так? Стоим, ради интереса. 22176. Если уже у него капитал есть, вот это самая минимальная цифра. Если мы будем брать, это как, будем брать за основу. 22176 рублей. Но здесь есть правила. Допустим, по-моему, у Фатайи, что в пещере, где-то вот там я, по-моему, видел. В общем, да, есть такое правило. Например, несап золота и несап серебра. Мы можем вот этот, Сулеймань, да, вот этот основной капитал, мы можем мерить и на несап золота, и можем мерить на несап серебра. Желательно нам выплатить закат, когда мы умерим на маленькое. Там маленькое, мы сказали, это сколько? 22176 рублей. Если обороты есть больше 22176 рублей, то уже желательно ему идет выплатить закат. Уже обязательным становится, если мы будем брать из них, которые дороже. На сегодняшний день золото получается, несап золота получается дороже. Если будем брать, допустим, 82 грамма, и брать самое лучшее, допустим, да, серебро сегодня, 82 грамма умножим. Получается, 3 девятки золота сегодня, 1560 рублей стоит на сегодня. 1560 рублей, то есть 1 грамм золота сегодня, 3 девятки. Получается, что, да, если мы умножим 82 грамма на 1560, получится у нас 127 тысяч... 7 тысяч 920 рублей, да, условно говоря, 128 тысяч. Если у человека в обороте уявляется уже больше 128 тысяч, у него отвертеться от заката никакой возможности нет. Больше 128 тысяч. Это начали года, да? Нет, нет, в конце года. То, что он вложил в начале года, да? Нет, нет, нет. Независимости, если даже, если, например, я начал заниматься бизнесом, у меня было в начале года 100 рублей. В конце года, я на пятом махарама начал, через год, я смотрю, пятом махарама. Если у меня оборот достиг 127 тысяч, да, да, 128 тысяч, я из этой суммы уплачиваю закат. А, вот, хорошо. Понятно же? 127 тысяч, ну, 128 тысяч я уплачиваю, опять-таки, 1,40 часть. И, допустим, у меня есть товар, допустим, у меня есть товар, да, магазин, есть товар. По какому-то, какого-то? А, 40-ую часть. То есть, 128 тысяч мы делим, допустим, на 2 слоя процента, можно вот так словно говоря. 128 тысяч, допустим, делим на 2,5 процента. 128 тысяч, минус 2,5 процента. Ну, если, например, если мы будем брать за основу, допустим, 100 тысяч, мы выплачиваем 2,5 тысячи. Если мы будем брать за основу, допустим, 128 тысяч, мы выплачиваем 3,200. Ну, в общем, это будет 25 процента. Да, 2,5 процента. Да, на 40-ую часть, это есть 2,5 процента. Если брать именно, именно ровно 128 тысяч, допустим, у нас получится 3,200. В общем, из этой суммы мы выплачиваем именно вот эту сумму. И, допустим, если у меня есть магазин, допустим, есть там товар. И я как буду смотреть? Буду считать, какую стоимость? Ту стоимость, которую я продаю, или ту стоимость, по которой я купил? Интересный вопрос. Ту стоимость, по которой я купил товар. Не ту стоимость, по которой я продаю, а ту стоимость, по которой я купил товар. Вот так нужно уже в конце года сделать учет, и уже если у нас наша сумма дошла до этой суммы, то у нас отвертеться от заката никакой возможности нет. Если есть уже больше 22 тысяч, в любом случае, там есть уже некоторые халявы, некоторые ученые говорят, даже когда до минимума дошел, до 22 тысяч, уже есть обязательства. Но большая часть встаняется к мнению, что в этом случае бывает желательным, если больше 22 тысяч, то есть желательно, но обязательным, говорят, только лишь в том случае, когда дошло до 128 тысяч, условно говоря. Но это относительно заката тиджарата. Но здесь заката тиджарата тоже мы выплачиваем, опять-таки, из барашек мы сказали, выплачиваем барана, правильно же, из этого выплачиваем понятно же. И из заката тиджарата мы фактически должны выплачивать непосредственно нахват, золото или серый вал, на эту сумму, понимаешь? И здесь, где получается вопрос, теперь у нас идет, опять-таки, вот этот вопрос у нас есть, и вопрос выплаты заката из денег, которые лежат. Допустим, у меня лежит дом, вот та сумма, бумажный день, допустим, 828 тысяч рублей, у меня 500 тысяч рублей в течение года лежит дом. Теперь вопрос идет, например, является ли обязательным выплата заката с этих денег? И вы знаете, у нас была конференция по закату 2004 года. Здесь, в Дагестане, был большой бахс, были высказаны различные мнения. В конце пришли к тому мнению, что с бумажных денег закат не выплачивается. Те люди, которые, да, те ученые в мире, которые говорят, что с бумажных денег нужно выплачивать закат, они опираются на что? Они говорят, если есть определенное количество денег, допустим, 100 тысяч рублей, в банке, в центральном банке России должно храниться, есть золото, которое есть ценой 127, 100 тысяч рублей, допустим, да? Если есть, ну, знаете, сколько денег, у нас, которые деньги, которые мы держим на руках, это есть как бы билет, согласно которому говорится, вот это билет, а твое золото находится в том-то банке. Это вот так вначале, согласно теории денег, деньги, на сегодняшний день, что такое деньги, это большой вопрос. И согласно теории денег, вначале деньги делали именно вот так. Делали центральный банк, было золото, и было количество денег именно с ценой этой, непосредственно, с ценой этого золота. Но на сегодняшний день ни один банк в мире, ни одни деньги в мире не обеспечены золотой. Абсолютно ни один, ни один банк. И исходя из этого, если бы, например, деньги были по старой концепции, допустим, да, например, если бы, на самом деле, было бы золото, которое было ценой этих денег, то в этом случае, да, например, то мнение, когда говорится, что в банках денег нужно было бы уплачивать закат, оно было бы правильным. Но на сегодняшний день мы смотрим, деньги и золото. Когда золото дорожает, деньги дорожают? Нет. Когда золото дешевле, деньги дешевлеют? Нет, независимо, независимо от друга от друга. Значит, это однозначно указывает на что? На то, что деньги, они не обеспечены золотом. На сегодняшний день доллары, тем более, не обеспечены золотом. Это самый необеспеченный, например, на сегодняшний день, это доллар. На сегодняшний день российский рубль тоже. Если вы посмотрите, допустим, на запасы, золотые запасы России, они каждым днем уменьшаются и уменьшаются. Политика, экономика очень неправильным образом построена в этом отношении непосредственно. Золотые запасы России каждым днем уменьшаются. Они говорят, что золотовалютный запас. Золотовалютный запас, но в запасе у нас больше всего. Но это доллары, просто лично напечатанная бумажка, которая обосстанавливается. Получается, если миллион долларов лежат бумагами, а тут закат без датого, не нужно дал. В чем? И в конце, например, мы с чего исходим? Например, вот это была конференция про закат. Да, ученые в конце. Я вам рассказываю короткое содержание того, что было на конференции про закат. Почему? Почему? Таристанские ученые сказали, допустим, мы из бумажных денег, деньги, например, закат, вкладчивать не обязательно. Но здесь, в конце, например, в конце, итог подводил кто? Муфтик подводил. Он сказал, на сегодняшний день, в шафиитском мазхабе нет понятия фарв и ваджиб. Например, ваджиб и фарв на одном уровне. То есть, что является ваджимом, это является фарвом, что является ваджимом, кроме вопроса у хаджб. Правильно же? У ханафитов что? У них есть фарв и есть ваджиб. Ваджиб это точно меньше фарва. В ханафитском мазхабе. И Муфтик сказал, если в нашем мазхабе было бы фарв и ваджиб, я бы сказал, что закат это не фарв, это ваджиб. Сказал бы я. Сказал Муфтик. И поэтому, мы когда говорим, допустим, почему, когда мы говорим, например, вопрос с мумальных денег, закат обязательный, там дополнительные вопросы идет, очень много дополнительных вопросов возникает. Поэтому, да, Алими тогда решили, не последствия, если кому интересно, даже видеозапись есть этого встречи, и он говорит, давай, говорит, мы будем не называть это обязательным, но всех людей, у кого есть лежат мумажные деньги, будем пробуждать и будем говорить, ты очисти свою веру, ты очисти свою душу, ты очисти свое имущество, и да, выплочи, да, выплочи и выплочи закат. Понятно? Обязательно называть не будем, но тем не менее, будем пробуждать непосредственно. Кто дает, будем принимать. Да, да. И побуждать. А какими словами побуждать именно, что конкретно бывает? Есть такая история непосредственно, у посланника, алия са ва салям, здесь она упоминается, один говорит, насраный, да, христианин, во время послана Николая, алия са ва салям, он говорит, услышал, что послана Николая, алия са ва салям, кто хочет сохранить свое имущество, пусть выплачивает за карат. И у него, оказывается, на парус одним с человеком, непосредственно, был этот, непосредственно этот, да, бизнес. И он говорит, он решил, этот человек с этим товаром уехал на корабле, куда-то уплыл, и непосредственно, ушел, все ведет меденец. И он решил, давай, говорит, я, чтобы сохранить свое имущество, выплачивать за карат. Он из того имущества, которое у него дома было, пошел, уточнил, какое есть, ему нужно отдать, отдал это сону. И потом, от своего этого, этого, это уже, как сохранить имущество, не как фарс, просто так, он же христианин, он же христианин, еще мусуль, ислам не принял. Он решил сохранить свое имущество, непосредственно, и сделал вот так. И оттуда, получилось так, что на этих людей, там, что я сейчас подробности не помню, то ли, короче, напали разбойники, забрали его имущество. Тот написал письмо этому, своему товарищу, вот так, вот так, наше имущество, это все ушло. Этот, естественно, очень сильно разозлился, потом, через некоторое время, приходит второе письмо. Он говорит, да, говорит, на самом деле, наше имущество, которое было, все в целости, сохранности, вернули. И он человек, пошел, послан Никола, это при жизни послан Никола. Он сказал, я, говорит, уже однозначно понял, что все твои слова, это истина, и решил, говорит, принять непосредственно ислам. И на самом начале, да, из-за чего, допустим, например, любой человек знает, в Всевышнем Уране, из-за чего Всевышнего увеличивает блага? Если вы будете делать шукр, я непосредственно вам увеличу. Шукр, это в чем будет выражаться? Если у меня есть имущество, если я его использую на благие дела, нет же шукра по уровню выше, чем это. Нет, в любом случае, вот так, нужно объяснить, что закат, это в любом случае, это наша обязанность. В любом случае, даже если, если брать на жизнь с этой стороны, есть, например, с точки зрения шариата, есть закат, допустим, мусульманское государство, есть бедные, есть богатые. Правильно же? Богатые все выплатили закат, но имущество, беднякам не хватило. Что надо делать? В книгах написано непосредственно, да, например, в том же, нахотели, посмотрите, где говорится про бабу Риддет, там тоже есть непосредственно. Выпоминается, дополнительно, если деньги, которые выречены с заката, не хватили беднякам, все равно, богатые, помимо заката, еще дополнительно, обязаны уплачивать определенную сумму, уплачивать определенную сумму, для содержания бедных людей. В любом случае, да, обязанность содержания бедного, да, составительного, никогда не снимается. Даже если он полностью уплотил, выплатил этот закат. Но для того, чтобы к этому прийти, мы должны сперва уплатить весь закат. И после того, как мы все вычислим, выясним, только потом будет, да, ясно, помимо этого, мы должны что-то заплатить или нет. Вот такой момент. Да, относительно. Если в Дагестане парень заката отдаст, то тогда педняки горят не останется. конечно. Это, наверное, так и будет. И теперь, и теперь, и здесь уже, в любом случае, например, относительно заката, допустим, да, тиджарата. Опять-таки, чем будем уплачивать? Вот вопрос. Конечно, одеждой, этим, всяким, товаром, например, непосредственным товаром, если бы уплачивать, мы уже в этом вопросе должны следовать за имаму, оба ханифу. Они же эти выходы спрашивают? Да, в этом случае, да. Конечно же, это есть, но проблем нет в этом. Тем, выгоднее всего товар, а дальше деньги. Да, это... Бизнесмены, чем остаться с деньгами, они хуже смертны. Потому что у них там бывает такой товар, который... Не продавайте? Да, уже вышли из моды, как никто его не покупает. в год, оно все прошло. Они и говорят, они, говорят, лежат у них в этих лавках, снять эти товары, но его никто не покупает, они лежат уже годами. Все эти товары должны снять, или не должны, и вот там идет вот это. А вопрос идет, ладно, чтобы того товара, который непосредственно уже этот... залежал... Да, залежал товар, который не продавец. Да. И никого возьмите. Но здесь... На лавке он стоит. Да, да. Но здесь тоже, относительно Тиджарета, там тоже, да, закат, он построен по такому систему, где максимально расширяются права бедных. Допустим, я начал заниматься бизнесом. У меня, когда я начал заниматься бизнесом, я начал, у меня стартовый капитал был 2 миллиона. 2 миллиона. Я начал заниматься бизнесом, к концу у меня осталось 128 тысяч. Я выплачиваю закат. Если даже весь бизнес шел у шерба не самому, я снова выплачиваю закат. Потому что не сап там остался. Не сап там остался. Если там уже останется месяц, то в этом случае... В любом случае, здесь такое, чуть-чуть, да, жесткие эти рамки идут, где больше сохраняются, защищаются права бедных. Нужно вопрос, да? Да. А если вот этот... у меня сегодня есть товар, и есть человек поставил на продажу? Нет, это только твой товар будет считаться. Если у него что-нибудь товар, у меня больше уже год прошел, у меня остается... Нет, в любом случае, да, ты, Ахтун, у меня тоже из-за того, что его товар продал, это же не твой товар, это не твой бизнес. Ты просто там идешь, как андал, как человек, который нанят на работу, за то, что выполнил определенную работу, ты получаешь определенную сумму. Тот человек, который положил товар в твой магазин, он будет выплачиваться, как ты плачешь за этот товар, не свой товар, как ты плачешь на работу. А еще, который в долг деньги взял, например, человек? Допустим, да. Вот это хороший вопрос. Человек взял в долг деньги и начал заниматься бизнесом. Правильно же? И в данном случае, если, например, человек взял бы в долг золото, в долг взял золото, допустим, взял, то количество золота, на которое возлагается закат. 100 граммов золота. Человек взял 100 граммов золота, например, хозяином является. Я взял его, и это золото находится у меня в течение двух лет. Я занимаюсь этим золотом, бизнесом и так далее. Я взял его просто в долг. Закат выплачивает и хозяин золота, и тот, кто взял этот золот. Вот это есть мнение, как в нашем Асаби, слово «мэртанлот», на которое появляется. А теперь, вопрос в чем? Вопрос денег, бумажных денег. В данном случае, если человек взял у другого человека, допустим, не золото, а алмазы. У него лежали алмазы, и я взял у него в долг алмазы. Я же не уплачиваю за карту. Понимаете? И не я не уплачиваю, или не он не уплачивает закат. Например, если я занимаюсь бизнесом, конечно, за бизнес, да, знаете, за тиджарат, что закат в тиджарат в любом случае останется на мне, вне зависимости от того, те деньги, которые у меня есть в оборот, они мои личные, или я у кого-то их занял. Не знаю. Разница нету, кому ты дал. Ты же даешь свои деньги, 130 тысяч, например. Это же тоже шок, хоть ты долг их отдал. Твои же деньги крутятся у кого-то. Я понимаю. Я говорю, вопрос в чем идет? Вопрос идет в том, когда человек дал другому бумажные деньги, правильно же? Ага, бумажные. Бумажные деньги дал, и тот использует эти, использует. В данном случае, да, согласно тому решению, которые приняли дагестанские ученые, из этих бумажных денег закат непосредственно выплачиваться, обязанностей не будет. Но, в любом случае, есть понятие вараа, сохранение чистоты своей веры, в любом случае, будет правильным, лучшим, хорошим, если и тот, и другой выплатит непосредственно закат. И есть, конечно же, в данном случае, нужно смотреть, есть мнение на нешество тоже, на счет этого, когда, например, человек берет другого человека золото, да, допустим. Слово, мы, конечно же, мы сказали, слово, на которое опирается, что и тот, и хозяин, и тот, кто взял долг, выплатил закат. Но есть мнение непосредственно, где говорится, что ни он не платит закат, ни я не плачу закат тоже. И в данном случае, это мнение, оно не является мнением мартамат. Правильно же? Это не является мнением, на которое опирается при вынесении фетвы. Фатва должна выноситься именно по слову мартамат. Правильно же? Но иной раз, может быть ситуация, может быть ситуация, когда, например, мы фетву не выносим, например, есть понятие, например, вынесение фетвы, и есть вопрос, когда есть ситуация, когда мы объясняем, допустим, о каком-то этом, по слову марджух, есть и такое мнение. Например, из современных ученых, и из предыдущих ученых, есть сейчас, я напоследок не помню, Шабрамусы, по-моему, приводит, что в данном случае, есть человек, при этом другого человека, золото, например, в долг, если у него, и у меня является это финансовое положение тяжелым, допустим, финансовое положение тяжелым, только если вот это золото есть. Я начал заниматься этим золотом, и фактически, ничего не получается, но в этом случае, допустим, я не выплачиваю этого заката. Есть такое мнение, но это мнение мочи-мечество, на него можно опираться только лишь крайне. Если у меня есть миллион денег, то у Раджаба, у меня еще 200 тысяч денег. Если год прошел, но долг, который мне не вернул, я добавляю на эту сумму, эти 200 тысяч, чтобы для заката. Не-не, получается, те деньги, вы эти миллионы крутите, вы занимаетесь... Миллионы еще, которые у меня крутились, то Раджаб добрал у меня 200 тысяч денег. Эти деньги, на данный момент, получается, они, в зависимости от того, да, получается, вот эти деньги, которые вы отдали кому-то, например, из бизнеса. Да, уже год прошел, уже два года прошел, он тоже мне деньги не возвращает. Не возвращает. Да, я с него этих денег... Если он товаром сделал, то, наверное, саду надо... Нет, да, вопрос, если он забрал бы товаром, и на него бы хватить денег. Там тоже, допустим, товар он забрал, там, 15 лет назад, 100 лет назад, и не возвращает. Там хороший вопрос, я постараюсь этот вопрос уточнить, я сейчас... А еще вот этот, насчет этого, вы сказали, чтобы деньгами и товаром, лучше как? Лучше, конечно же, когда есть тижар, лучше отдать все золото или серебро. Самое лучшее выхватить, купить на эту сумму серебро, допустим, поделить на мастахи, сколько есть, и выхватить, нельзя отдать, например, имаму, чтобы он выплатил, непосредственно, закат. Сделать его вакинь и отдать. Если можно, извините, я сейчас перебиваю, вот ханафильский мазгал, войти, деньгами тоже можно? Можно, можно. Он спрашивает, как лучше? Я отвечаю, лучше так. Чтобы покупать серебро, золото, беднякам, деньги, удобно же нахожу 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 нахожу. Нет, вопрос в чем? Ну, мы говорим, лучше всегда, конечно, не уходить за рамки своего мазгал. А, конечно, мы всегда имеем право перейти в любом вопросе на какой-либо другой мазгал. Там ни хиляпа, ни споров нет у нас. мы говорим, лучше, с точки зрения нашего мазгава, сделать вот так. Да? С точки зрения нашего мазгава. И в данном случае, допустим, закат, допустим, в закате есть два категории этого. Одна категория называется Малю ллагерь, другая категория Малю нбац. Малю ллагерь называется то категория непосредственно, вот урожай это называется Малю ллагерь. Почему? И например, животные, допустим, барашки, тоже называются как малюм вагир, и мадам называется малюм вагир. А все остальное, допустим, бизнес, то имущество называется малюм вагир. Если имам говорит, закат уносите ко мне, малюм вагир обязательно нужно отдать имаму. Даже если он на это имущество начинает пить, например, хамру. Не представляете, что он так написан? Если имам требует к себе закат, нужно отдать закат из малюм вагир. Из малюм вагир не обязан. Из малюм вагир обязан, то есть из урожая, допустим, зерновой, вороговую культуру, винограда, или же из барашек, коров и так далее. Или из рудников золота и серебра обязан отдать закат к имаму за карту. А если из малюм вагин, то есть из того имущества, которым занимаются бизнесом, имаму отдавать не обязанное, если даже он требует это. Конечно, желательность, конечно, есть всегда. И с точки зрения этого, например, в любом случае, человек, который занимается бизнесом, он вряд ли будет изучать ситуацию каждого человека, насколько он является нуждающимся. Там же мы же должны и охватить все основы людей тоже. И поэтому всегда легче, например, прийти к имаму, отдать к нему. И, конечно же, мы люди, когда есть непосредственно с точки зрения нашей стороны, и с точки зрения нашего джимаа, всегда мы должны проявлять эту прозрачность. И если мы не покажем, не говорим всему народу, определенной категории людей, определенное количество людей, близких, доверенных людей, куда мы этот закат отдали. В любом случае завтра сзади будут разговоры. Шайтан идет у людей, откуда ходит непосредственно кровь. Поэтому нельзя лично давать повод для людей, поэтому не всем людям. Есть определенные люди, которым они доверяют. Определенное количество, два, три, пять, семь человек, мы завершимся от джаматов, вселения от людей, будет лучше всегда. Были определенные люди, которые знают, куда расточены данные деньги. В таком случае у нас относительно нас дополнительные вопросы не возникнут. Пенсионеры получают зарплату, зарплату не идет за карту. Или же пенсионер, с него тоже не идет за карту. Лежащие деньги есть. Лежащие деньги есть, если лежат деньги. Например, больше, чем это количество. Мы не говорим, что это обязательно. Но тем не менее, нам все равно очень сильно побуждать от этого. Лучше будет для вас, для вашей веры, для вашей, например, имущества, если вы отдадите из этого определенное сумму каждый год. Если, например, из 100 тысяч человек отдаст 5,5 тысячи, наверное, не будет человек, кто столько не отдает. Но пусть он отдаст это как закат. Допустим, определенные ученые говорили, например, проявить уверенность в одном фарзе лучше, чем выполнять 40 желательно действий. Например, мы знаем, что определенные ученые, например, Сааду Хаджи Шанхандафа не дал Кудесыру. Он из всего, что приходило в Мерудон, например, 10 процентов, 10 процентов из этого, он считал относительно себя, он считал это как бы обязанность. Это, конечно же, как закат не идет, но как бы это с его стороны, это то, что та обязанность, которую он взял перед Всевышним. Да, из всего, что он получал, абсолютно из всего, одну десятую часть того. Это есть, когда человек, допустим, работает над собой. Это есть бух любовь из-за чего? Если человек не любит Мерудон, у него может быть бух любовь? У него может быть скупость, скаридность? Никогда не может быть. Если человек любит Аллаха, он же не будет скупым. Он не будет скупым. Он будет, Аллах говорит, вот так сделай, он будет делать так, как говорит Аллах. В любом случае, конечно. И это уже вопрос, который касается духовной стороны каждого человека. Когда вот у одного шейха спросили, это Алли, его проверить, вот из сорока, а ведь сколько вам нужно давать? Он же ответил, как вы говорите? Это же история, по-моему, этого Хатаму, этого. Шейбану Ра'ли и Ахмаду Нахамбар. Он сказал, он говорит, согласно тому, что вы говорите, из пяти верблюдов одна отца. Он говорит, а где твои доказательства? Он говорит, мои доказательства, когда принес все имущества поставили в голову. И естественно, категория тех людей, которые получают закат. Вы, конечно, знаете, это кто идет, который поменится правило. И так далее. Ну, первая категория, это у нас кто? Идет самая верная категория, это идет факир. Да, факир это тот человек. Допустим, если ему нужно на содержание семьи, допустим, тысячу рублей, он получает 400. То есть меньше половины кто получает, это у нас идет факир. Если человек получает больше половины, он называется мискин. То есть мискин – это одна категория, а квартир – это другая категория. Хотя, в общем, и тот, и другой нуждающийся. А если не бывает, как это считать? Содержание семьи можно на 10 тысяч долларов, можно на 5 тысяч долларов? В зависимости от социального положения. Допустим, если есть, допустим, врач, допустим, да, есть врач. У врача есть свои определенные дары. У врача есть свой социальный статус. Социальный статус – это означает свое положение общества. Согласно тому положению общества, которое у него есть, врач, допустим, не может ходить в спортивках. У него, допустим, у него должны быть костюмы, да. Должен быть свой непосредственно халат. И соответствии, должна быть непосредственно и данная дома и обстановка в доме. Вот это есть социальное положение. У врачей свое положение. У дворника, допустим, да, свое социальное положение. И вот здесь мы смотрим, что на социальное положение. В зависимости от того, той нищей, которой человек занимает. Врач – это уже достаточно престижный социальный слой, допустим. Бизнесмен – это тоже определенный престижный социальный слой, допустим. В зависимости от профессии, в том обществе, чтобы это было среднее, допустим. Одежда, жилище и так далее, и так далее. Иной раз, и транспорт, если по мере своего рода деятельности ему необходим транспорт. Допустим, если есть, допустим, президент, и у него есть, например, если он ездит на шестерке, это не по его социальному статусу. По его социальному статусу должно быть непосредственно и одежда, допустим, и транспорт, и все остальное. Вы понимаете? Идюльный, да? Чайка, да-да. Ну, на самом деле, так же есть. И, допустим, если был президент, допустим, да, если бы, например, если вот это государство есть, допустим, и есть президент, и если бы он ездил, допустим, да, на советской машине, ему можно было бы выплатить закат, чтобы он мог бы позволить себе, допустим, да, вот в машине, которая соответствует его социального положения. Здесь, когда мы смотрим, допустим, это учитывается социальное положение, то, то, та ниша в обществе, то, то, то город в обществе, которую он занимает. Вы сказали, что Масаби и Мама Шафия его плачут на заказ торговли золотом или серебром. Я хотел узнать, есть ли мнение, на которое можно было опираться и платить важными деньгами? Масаби и Мама Шафия. Масаби и Мама Шафия. Среди современных ученых есть ли мнение? Я сейчас на вскрыту говорю. Если человек решит, опираясь на мнение имама Абу-Ханифа, то в таком случае надо обращать внимание на не самое количество. По мнению имама Абу-Ханифа Мазаби и Маша Шафия. Здесь, например, здесь идет вопрос в чем? Допустим, когда человек выполняет какое-либо действие согласно какому-либо Масабу. Что такое Тальфик? Тальфик, когда в одном вопросе мы берем легкое из этого и из этого Масаба. Допустим, в отношении намаза, если брать отношение намаза, полностью намаз. Например, в намазе есть Омоление. Есть, например, вопрос Сатруль-Аура. Есть вопрос Наджасата и так далее и так далее. По всем этим вопросам, по Сатруль-Аура, Омоление и так далее, должен ли быть человек в шафийцком Мазаби? Или же он имеет право намаз совершить по шафийцкому Мазаби, но вопрос Омоление не делает на ханафийцком Мазаби? Среди этих есть некоторые разногласия, но человек имеет право делать намаз, допустим, по шафийцкому Мазаби следовать за имама Абу Ханифой, за вопросы Сатруль-Аура следовать за имамом Маликом и так далее. Здесь уже, когда человек будет выплатить закат непосредственно следуя за имамом Абу Ханифой, ему не нужно уже, он просто следует не во всём закате, не во всём вопросом, а во всём вопросом, а во всём вопросе отдавания Рулу Тиджара, то есть, да, место идёт, да, за это место Накда. Там проблемы не будет. Можно вопрос, да? А эти, когда выплачивают закат, он какие-то лавсы должен говорить? Нет, нет, намерение идёт, намерение, естественно, когда он выплачивает закат, у него должен быть... Если он денежным даёт, он должен быть лавсы, чтобы... Лавс, мы знаем, нам надо стоить лавс, это что? Это цунна. Для того, чтобы... Лавс, мы говорим, для того, чтобы... Чтобы это намерение уверенно было в нашем сердце. Поэтому лавс не является стоимостью. Главное, чтобы он, когда отдаёт это имущество, или же после того, как отдал до того, как имущество тут раздал, чтобы он сделал намерение, чтобы это был его закат. Допустим, он кому-то отдал, но он ещё, допустим, не раздал до этого, тоже он имеет право ещё сделать намерение на опыт заката. Спасибо. Спасибо.